К нам присоединяется руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор Black Sea News Андрей Клименко. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Андрей, скажите, как сейчас себя чувствуют в Крыму оккупанты и коллаборанты? Сидят ли на чемоданах? Ну, насчет чемоданов я не знаю. Во всяком случае, там есть достаточно большое количество объявлений о продаже жилья. Теме из того миллиона человек, граждан Российской Федерации, которые приехали за 10 лет оккупации. И, конечно, я думаю, что им не очень хорошо живется в том смысле, что постоянно растет количество ударов по территории оккупированного Крымского полуострова украинскими ракетами и украинскими беспилотниками, как воздушными, так и морскими. Ну, я могу сказать, что только за прошлый год и только по открытым источникам за 365 дней силы обороны Украины осуществили не менее 200 атак по объектам на территории Крыма и по кораблям Черноморского флота. Это примерно, ну, в среднем через день есть такие атаки. При этом 60% этих атак пришлось на Севастополь, главную базу Черноморского флота, на корабли Черноморского флота в море, а также на территорию Западного Крыма. Это Евпатория, Саки, Сакский, Черноморский, Ростолинский район, то есть там, где расположено большое количество военных аэродромов, там, где расположены ракетные позиции различных русских ракетных систем, береговой обороны, противовоздушной обороны, противокорабельных и так далее. То есть там, где расположено несколько площадок, с которых летят к нам чуть ли не каждый день дроны по всей территории Украины. Вот это все, тут два эффекта, скажем так. С одной стороны, это то, что Крымский полуостров превратился в прифронтовую территорию. Из глубокого-глубокого тыла он стал территорией, которую обстреливают регулярно. И вчера, как известно, по Феодосии была достаточно массированная атака украинских беспилотников. И это же привело, кстати говоря, и к тому, что Черноморский клод, как вы говорили, перебазировался в основном на порты российские, Черноморские порты Новороссийского, АПСЭ. И, конечно, это обеспечивает в значительной мере безопасность нового морского и уже не только экспортного коридоров порты Большой Одессы. То есть, собственно, Одесса, Черноморск и порт Южный. В боях на Черном море Украине удалось превратить свою слабость в суперсилу и заставить многих экспертов задуматься над тем, какая тактика будет в будущем определять морские битвы. Как это Украине удалось? Вы знаете, можно сказать так, что когда у тебя чего-то нет, я в данном случае имею в виду надводный клод, ты всегда вынужден искать другие варианты как обороны, так и нападения. И вот буквально вчера, по-моему, известный военный эксперт американский, а в прошлом командующий силами НАТО в Европе адмирал Ставридис сказал то, что уже несколько месяцев говорят за рубежом о том, что в целом военно-морская тактика в мире сейчас будет серьезно меняться. И вот эти процессы, которые мы с вами наблюдали, так сказать, в прямом эфире в течение последних более полутора лет, она говорит о том, что надводные корабли, особенно вот таких небольших относительно в морских акваториях, как Черное море, они с учетом вот этих новых средств нападения фактически становятся беззащитными. И, конечно, сейчас тактику украинских сил обороны, и не только военно-морских сил, но и службы безопасности Украины, и военной разведки Украины, и сил береговой обороны, ее тщательно изучают, оперативно изучают в военных академиях всех крупных стран мира. И, конечно, это приведет к тому, к развитию морских дронов, и не только надводных, но и подводных, к развитию воздушных беспилотных систем. То есть всегда, после каждой войны, такие изменения в тактику военную вносятся. И, конечно, вот этот период последних двух лет российско-украинской войны, он в этом смысле дал большую такую солидную почву для размышлений военных специалистов. Около трети боевых кораблей так называемого Черноморского флота России выведены из строя. Что эти потери означают для российского флота? Я бы назвал первое, то фактически исчезла такая морская угроза, как высадка десанта, высадка морского десанта на побережье Одесской Николаевской областей. Как известно, в первые дни большой войны, в феврале и в марте, два года назад, была непосредственная угроза десантной операции. Дело в том, что на то время Россия сконцентрировала в Черном море, кроме семи своих больших десантных кораблей, еще шесть, которые успели зайти через турецкие проливы до начала большой войны, то есть до того, когда Турция перекрыла движение военных кораблей воюющих стран и других не черноморских стран через свои проливы, то есть было 13 больших десантных кораблей. Каждый из них может взять 300 десантников и плюс к ним может взять 10 единиц бронетехники. То есть это такая большая полнокровная бригада морской пехоты, около 4000 морских пехотинцев с танками и бронетранспортерами. И они постоянно в первые месяцы, первые полтора месяца большой войны, они постоянно с десантом на борту курсировали у побережья Одесской области. И на сегодняшний день этой угрозы практически нет, потому что из 13,4 уничтожено, еще пять находятся в ремонте после атак, после различного рода повреждений, которые получили они. И таким образом у них сегодня на ходу четыре десантных корабля больших, то есть этого недостаточно для десантной операции, и поэтому они уже давно используют свои большие десантные корабли в качестве парома. Это фактически паром по своей конструкции, у которого и на корме, и на носу есть откидная аппарель, по которой в трюм заезжают танки, бронетранспортеры, машины с боеприпасами и так далее. Кроме того, фактически, несмотря на то, что в составе Черноморского флота находится сегодня практически столько же современных ракетных кораблей, как и было это до начала большой войны, за исключением двух, которые получили серьезные повреждения, этот потенциал у России остается. И они, как известно, в течение первых двух лет большой войны активно обстреливали всю территорию Украины ракетами «Калибр». На сегодняшний день, с 25 сентября, практически обстрелов ракетами «Калибр» нет. За исключением, в первых нескольких неделях этого года, три пуска «Калибр» было. Это по сравнению с сотнями, выпущенными ранее, это практически ноль. И тут, по всей видимости, проблема состоит из нескольких составляющих. То есть, с одной стороны, сделаю оговорку, что стрельба ракетами «Калибр» все равно, откуда ее будут стрелять. То есть, у нее дальность двух с половиной тысяч километров, это почти до Лондона и почти до Мадрида. То есть, им все равно, они могут спокойно стрелять, и уже стреляли, находясь на рейде в Новороссийске. Им не обязательно для этого быть в Севастополе. Но таких обстрелов, как я уже сказал, выше их уже несколько месяцев практически нет. И, скорее всего, это связано с такими причинами, что в связи с санкциями у них замедлилось производство этих ракет. И, кроме того, в прошлом году в районе Джанкоя, судя по всему, было попадание украинских ракет в эшелон, который вез ракеты «Калибр» новые на территорию Крымского полуострова. Ну и сейчас можно предполагать, что в Новороссийске, где сейчас ракетные корабли в основном базируются, там нет такого рода защищенных складов для хранения этих ракет, как были в Севастополе. В Севастополе там, как известно, давно, еще с Первой Крымской войны, с 1854 года существуют огромные втольни в районе Инкермана, где находится главный склад боеприпасов Черноморского флота. И не исключено, что они боятся их, кстати говоря, вывозить в Новороссийск через мост, через Керченский пролив, потому что там с мостом не все в порядке после четырех атак на Крымский мост. То есть они их пытаются вывозить как раз большими десантными кораблями. Не исключено, что недавно потопленный Цезарь Куников в берегах Ялты и, значит, шел именно за ними. То есть вот такая ситуация. Думаю, что после войны мы уже узнаем по всем этим причинам. Не исключено, конечно, что в силу небольшой вероятного количества этих ракет, оставшихся, они их накапливают для какого-то одного мощного удара. Но в целом можно сказать, что фактически уже октябрь, ноябрь, декабрь и два месяца этого года, ну практически полгода, они не используют в войне против нас свои новые ракетные корабли, фрегаты и корве. Вот по поводу новых кораблей. Какой у России потенциал для того, чтобы производить военные корабли? Сколько это стоит? Есть ли у них возможности, учитывая санкции, изоляцию и то, что сложно доставлять, получать комплектующие? Ну, на сегодняшний день единственная возможность, которая у них осталась в смысле Черного моря, это строительство ракетных корветов небольших, значит, категория «малый корвет» в Татарстане, в Зеленодольске на Волге. Значит, и с тем, чтобы их по Волге-Дону через Азовское море транспортировать в Черное море. Они так делали и до начала Большой войны, и уже несколько месяцев назад они перебазировали таким образом, значит, дополнительно два корвета, один из Зеленодольского, а другой из состава Балтийского флота. У них есть несколько корветов, которые теоретически могли бы перевести на Черное море из состава Балтийского флота. Ну, посмотрим. Сейчас нет навигации, пока лед стоит, пока на российских реках. Когда в апреле навигация начнется, посмотрим. Я думаю, что наши военные отслеживают эти процессы. Экспортный коридор. 90% всей украинской агропродукции экспортируется по Черному морю. Как Украине удалось достичь таких результатов, учитывая постоянные обстрелы Российской Федерации? Ну, фактически, я частично уже, когда говорил о том количестве атак по территории оккупированного Крыма, по военным объектам, по аэродромам, позициям ракет, по радиолокационным станциям, было еще такое в прошлом году примечательное событие, как рейд наших военных разведчиков на те платформы Черноморнефтегаза, их там около 10, которые находятся на шельфе Черного моря, недалеко, значит, между островом Змеиным и Крымом, там были установлены также различные системы слежения за надводной и подводной обстановкой, то есть радары. Они были уничтожены, это тоже нужно записать в этот же перечень причин обеспечения безопасности зернового коридора. Да, Россия, видимо, думала, нападая на Украину, что, ну, во-первых, что украинцы не будут защищаться, а во-вторых, что ей удастся провернуть все быстро, в том числе и в Черном море, но нет. Андрей, спасибо вам большое, с Андреем Клименко говорили о том, как вооруженным силам Украины удалось ослабить позиции россиян в Крыму. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.